Здравствуйте! Столичные подробности. Готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но возможно осталось незамеченным в студии Юлия Зыкова. Газель потеряла задние колеса прямо на ходу. Произошло это на улице Денисовская. Примечательно, что после случившегося водитель продолжил движение, а отвалившиеся колеса его авто выкатились на встречную полосу. Несколько легковушек получили повреждения. К счастью, никто не пострадал. Где в городе можно увидеть гигантских зубров? Какую спецоперацию провели столичные инспекторы? И почему улицу Эвазовского автомобилистам лучше объехать? Ответы на вопросы нашего дежурного по городу Ольги Мытник. Трасса как съемочная площадка. Стражи дорог распределили главные и второстепенные роли. Сегодня шанс попасть в объектив видеокамеры столичным бесправникам предоставила не только наша съемочная группа. Далеко смотрели и дорожные инспекторы, которые установили спецприборы на самых оживленных магистралях. 25-15, машина какая? Сузуки. Случайность или закономерность, но всего за пару часов работы минутой славы воспользовались десятки водителей. Среди нарушителей нашлись и такие, кого лишили прав повторно. К слову, только за выходные инспекторы ГАИ задержали более 80 бесправников. Основные причины для лишения водительского удостоверения это управление автотранспортным средством состояния алкогольного опьянения, превышение скоростного режима повторно в течение года, дорожно-транспортное происшествие, а также нарушение правил маневрирования. Несмотря на то, что за 8 месяцев этого года количество дорожно-транспортных происшествий с участием водителей-бесправников уменьшилось по сравнению с логичным периодом прошлого года, мы не собираемся избавлять обороты, и такие рейды мы будем проводить регулярно. Наехали с крутого поворота. Люк на улице Айвазовского провоцирует на опасные трюки. В то время как случайные прохожие слышат звон, да не знают откуда он, не случайно проезжающие автомобилисты убеждаются. Это расшатанная крышка люка с острыми краями, железного коня на скаку хоть и не остановит, но и строя выведет в три счета. Согнутые диски и проколотые шины. Вот далеко не полный перечень сюрпризов для водителей, которые слишком резко выруливают из-за поворота. Да и перевернуться при должной скорости здесь не составит труда. Люк, конечно, опасен. Во-первых, крышка его не целая, она разрушена. Во-вторых, сам люк находится в таком месте, в котором, заметьте, всего трудно. Спорт на границе с искусством. Чемпионат мира по хоккею стал музой для столичных дизайнеров. До главного спортивного состязания еще полгода, а первые вестники уже в городе. Встречать гостей чемпионата не только на аренах, но и столичных улицах будет Зубр Волод, который считается талисманом состязания. Презентация гигантских макетов прошла возле городской ратуши и в сквере на улице Ленина. Поможет ли дружелюбный Волод победить спортсменам, неизвестно. Однако внимание прохожих ему точно обеспечено. Зубр – это символ Беларуси, поэтому считаю, что довольно-таки неплохо стало неожиданно, что в центре города. Я думаю, туристам понравится. Ваше видео, факты, звонок могут стать поводом для сюжета. Пишите на наш сайт ctv.by.ru в разделе форум. Звоните по телефону горячей линии 1 600 700. И помните, нам важны подробности. Полезное дело. Около 25 тысяч новых деревьев появится возле кафе, школ, университетов, поликлиник и строительных объектов. А также во дворах микрорайонов. С 1 октября в столице начнутся осенние посадки кленов, каштанов, липы и ясеня. Активно вовлекать в это полезное дело будут предприятия, население и общественные организации. Сейчас прорабатывается возможность поставки саженцев из питомников в других регионах страны. За рубежом столица деревья не покупает. В настоящее время уже разработана схема компенсационных посадок, согласно которым мы будем сажать деревья. Но было поручение первого заместителя, председателя Мингородсполкома. И поэтому мы сейчас проработаем с комитетом здравоохранения, образования, дополнительные места посадок. И правильно была поставлена задача нашей школы и поликлиники должны стать краше и более привлекательные в плане зеленых насаждений. Подарок для предприимчивых. Два новых бизнес-инкубатора планируют открытие в 2014 году. Таким образом, еще больше малых предприятий получат помощь на начальном этапе. На улицах Ландера и Рафиева разместятся молодежные производственные и женские бизнес-инкубаторы. Строить льготные офисы начнут в ближайшие годы уже определен генподрядчик. К слову, в столице уже работает шесть таких структур. Самая крупная — молодежный бизнес-инкубатор, на базе которого находятся 133 предприятия. В бизнес-инкубаторе можно получить в площади не только по льготной арене ставки, но и получить весь комплекс услуг. Это и бухгалтерские услуги, и юридические услуги, и консультационные, и секретарские. Как говорится, все под одной крышей, в одном инкубаторе. То есть весь спектр, который находится в одном здании. Те предприятия, которые пользуются услугами молодежного инкубатора, у нас, скажем так, выживаемость их больше 90%. Добровольный патруль. Столичный зоопарк ищет волонтеров. Они должны будут смотреть за порядком, следить, чтобы посетители не кормили животных и не курили. Уже сегодня в зоопарке трудятся школьники и студенты. Также помогают добровольцы из общественных организаций. Активисты благоустраивают вольеры, организуют экологические мероприятия, участвуют в концертах и фестивалях. Частная инициатива. Нужно ли молодым людям начинать свой бизнес или стоит запастись опытом? Мнение горожан наши корреспонденты узнали в сегодняшнем опросе. Лет 25 уже есть образование, есть какой-то минимальный жизненный опыт, поэтому, наверное, здраво смотришь на какие-то вещи, поэтому, мне кажется, этот возраст вполне подходящий. Я думаю, что где-то после 30, когда человек уже немножечко утвердился о своей профессии, что-то уже собой представляет и уже немножечко осмысленно смотрит на жизнь. Главное было пожелание возраста не имеет поля. На мою думку, спочатку требует отримать эту кассу добрую, потому что любая справа, она потребует периодичной подрихтовки. Тому, натурально, после скончания, пожеланно вышедшей научной установки, можно отчинять свою справу. И, как говорится, учиться николь не поздно. Любой бизнес, это наука жития, тому и 50, и 60, и 70 можно. Новые городские подробности завтра в это же время. В студии «Новодки», которая всегда рядом, работала Юлия Зыкова. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова